Самое главное, конечно, надо уважать старших, родину любить, старших уважать. Не надо бояться труда, не надо перекладывать на чьи-то плечи что-то. Мы все в одной стране, и каждый ответственен перед страной, перед людьми, перед старшими поколениями. С разговора о важном начал свою беседу подполковник в отставке Александр Тарасов. Прошел три войны, работал в уголовном розыске. Он не понаслышке знает о труде, чести и доблести. Вот уже 20 лет занимается патриотическим воспитанием молодежи. В преддверии дня уголовного розыска встретился со старшими классами школы номер 12, чтобы поговорить о профессии, будущем страны и честно ответить на все вопросы. Многие собираются поступать в определенном возрасте. И там тоже есть университеты, и нам стоит переезжать туда, понимать что-то. И вообще, как располагается Брянская область к данной ситуации? Да, на границе сейчас стоят наши и внутренние войска, и Росгвардия, я имею в виду. И войска, пограничники, то есть граница усилена. Не только в Брянской области, а по всему периметру, Белгородской области, Воронежской области. То есть граница по периметру везде у нас усилена. Какую профессию выбрать и где учиться в такой большой стране, как Россия? Вопрос для старшеклассников актуальный. Александр Тарасов рассказал про свой опыт и специфику работы в уголовном розыске. В этой профессии должен быть человек, во-первых, ответственным, порядочным, должен быть физически подготовлен, должен обладать качествами, интуицией и так далее. То есть у него мысли должны опережать дело. Дмитрий учится в девятом классе. Время определиться с профессией еще есть. Признается, что не раз в детстве представлял себя полицейским. Поэтому понимает важность этой профессии. Это не очень простая работа. То, что это даже каждый день на выходных или даже в отпуске все равно нужно трудиться. Бывают такие случаи, что приходится работать беспрерывно. То есть может быть такое, что день-два, то есть без остановок прям работать. Беседа получилась живой и интересной. По словам Александра Тарасова, молодежь сегодня активная. Занимаются спортом, интересуются историей родной страны. А значит, будущее в надежных руках. Татьяна Верняковская, Илья Павлов, телекомпания «Денцова».